всем привет с вами снова я алена блин и мой очередной выпуск новостей алена блин говорит господи сколько я уже наговорила за это время и кстати один из самых популярных комментариев о том что мол алена да тебе в кадре только семечек не хватает но слушайте откройте глаза пошире вот же они родненькие лежат у меня здесь и сейчас мы приступим к обсуждению самых главных новостей шоу-бизнеса и не только ну что погнали ну что докопались просто до меня в прошлом выпуске новостей когда услышали что я мол защитила аллу пугачёву я всего лишь сказала о том что надо иметь уважение к женщине в возрасте о том что банально у нее не возникло проблем со здоровьем после вот этой вот сумасшедшей надписи о том что алла ты всех там достала уходи и что там еще алла хорошо что ты убежала алла всех ты здесь заколебала а вы меня уже сразу обвинили мол алена переобулась алена сменила мнение она начала там подлизываться к пугачёвой вы что с ума сошли да я первый человек который между прочим написал о том что алла пугачёва покинула россию уехала в израиль призналась что сдала и кстати ровно после моего выпуска алла пугачёва все-таки вышла в медиа и публично наконец-то или не наконец-то поддержала своего мужа максима галкина которая как вы знаете все последние недели развел там бурную деятельность в израиле сыплет антироссийским высказывания и вот алла выложила его обращение и написала имеющие уши да услышит ну что алла борисовна конечно мы все услышали даже по той новости о том что ваш внук никита пресняков уехал в сша уже все понятно пользователи российских соцсетей выяснили о том что никита покинул россию поскольку его жена алена краснова начала размещать ролики где выкладывала геотек майами и сша то есть все они свалили в америку алла пугачёва с максимом галкина в израиле кстати максим галкин тоже отличился опубликовал фото с обнаженным торсом на пляже ну давайте похвалим максима галкина фигура у него хорошая но все-таки у меня вопрос а к чему он это все выложил ведь у него казалось бы столько работы он дает концерты что он еще чем-то собирается заниматься в этом израиле не только давать представление где он активно высмеивает россию но может быть еще чем-то заниматься по ночам а что в израиле бурная ночная жизнь много клубов очень много там можно чем заняться я только надеюсь что максим галкин выложил эту фотографию не к тому что он собирается из израиля еще периодически отъезжать в европу где как вы знаете сейчас в разгаре гей-парады ну не к максу барских я надеюсь он поедет к слову кроме своих концертов максим галкин еще занимается тем что каждый божий день он выкладывает в инстаграме свои новые афиши и где он друзья мои только уже не собрался выступать и в латвии и германии и даже 2 сентября он объявил концерт в австралии и тут кстати вопрос а вот алла пугачёва заявила о том что мол дети наши пойдут в школу первого сентября мы все-таки вернемся на родину в россию а максим галкин куда вернется как они вообще дальше будут жить мне очень интересно вот дети пойдут в школу а что они будут говорить своим друзьям в школе куда делся папа и почему он в австралии в общем мне лично непонятно как они дальше будут существовать хотя судя по заявлениям аллы пугачёвой и тому что ее уже внук уехал в сша я думаю что учиться дети максима галкина аллы пугачёвой будут все-таки не в россии а вы как думаете то что он сейчас делает мне больше всего напоминает эту несчастную чулпан хаматову которая бегает по латвии дает каждый день антироссийские интервью все понятно что она хочет получить гражданство евросоюза и видимо ей поставили такие условия что вот и давай там каждый день давай какой-нибудь интервью где что-то там рассказывай про россию кстати недавно ее спросили как мол вообще и живется в латвии она ответила что здесь у меня вообще все прекрасно и здесь нет русофобии это сказал чулпан хаматова но как это кстати вяжется с высказываниями ее режиссера театра где она сейчас работает этого хера манится который сказал о том что российский народ всегда был биомассой и толпой а также заметил что мол русский психологический коктейль состоит из двух основных компонентов комплекса неполноценности и мания величия но вот эти вот высказывания не русофобские они что способствуют дружбе народов и это не лицемерие так что я не удивлюсь если вскоре и максим галкин начнет давать точно такие же интервью и будут у него настроение как учил пан хаматова ее херманиса с рассуждениями о русской душе и о том там как нему хреново жилось в россии а у нас кажется появилась новая рубрика и называется она опомнившиеся так вот на днях в программе владимира соловьева прозвучала история о том как ирина аллегрова помнишь и такую певицу ирина аллегрова позвонила владимиру соловьев точнее она не смогла найти его телефон и позвонила маргарите симонян или я не знаю кому он там уже позвонил ну короче позвонила и сказала ребята я к сожалению вот только сейчас поняла как с вами связаться у меня нет ничего никаких способов рассказать о своей позиции я вам хочу позвонить и сообщить что ребята я за россию я не с ними помните о том что я есть представьте насколько хреново стало жить ирине аллегровой что она вдруг решила сообщить вообще о том кого она поддерживает видимо с концертами напряженка у аллегровой у меня такое объяснение ну а может быть она патриотка своей родины что тоже я не исключаю а у меня большая просьба к самой ирине аллегровой ирина александровна если рядом с вами там где-то в лесу без соцсетей из всяких средств связи заблудился валерий леонтьев или маша распутина или кто-то еще из старой гвардии нашего шоу-бизнеса то вы трубочку передайте очень хотелось бы услышать о том кто они и кого они поддерживают и что вообще думают о происходящем потому что вы все просто сгинули с февраля мол у нас нет вообще все инстаграма нет телеграм не знаем что мы такое мы ничего не говорим но видно когда прижмет и когда начинается осознание того что надо дальше жить и работать у вас вдруг появляется позиция поэтому мы очень ждем я реально жду звонка леонтьева пусть он позвонит а пусть валену блин позвонит вообще скажет алёна я не улетал майамина дельтаплане я здесь я за россию я готов петь и выступать ну а мы переходим к следующей новости она у нас такая мэргенштерн он еще жив и кстати признан иноагентом в российской федерации объявил о том ну точнее что значит он объявил он выложил он кружочек свое вот этом телеграме это единственное что сейчас ему остается потому что как вы знаете он вообще просто пропал из медийного пространства и вот он выложил и сделал заявление о том что новый его альбом станет последним альбомом на русском языке слушать а почему не объявить просто что ну я больше не буду петь по-русски и мой следующий альбом будет на английском зачем обязательно говорит что вот мой следующий последний на русском за пиар такой альбом короче говоря проживем мы без матов этого моргена а я сразу подумала вот представьте ситуацию что в америке допустим к не у вас также как моргенштерн употребил что-то искал так все я не поддерживаю политику байдена кстати он поддерживает политику базе не поддерживает даже запуталась своих бы разобраться и вот он бы заявил ну все я не поддерживаю политику байдена мне не нравится все что происходит в стране я сам там свалил куда-то и следующий мой альбом это вот последний альбом на английском языке а дальше я буду петь на своем на суахили или к на каком языке говорит кани west кто он вообще следующая новость у нас из мира сумасшедших так я их называю это те кто из-за своих политических убеждений какой-то позиции начинает ругаться не с какими друзьями а посылает нахрен семью свою отказывается от родственников они лорак лишилась своей лучшей самой близкой подруги украинской гимнастки лилии подкопаевой она кажется была победительница на олимпийских играх каролина это лилия как оказывается были лучшими подругами подкопаева даже назвала свою дочь в честь подруги каролиной а сама лорак стала крестной девочки так вот когда на днях подкопаева давала интервью ей задали вопрос общаетесь ли вы сейчас а не лорак и подкопаева сказала нет вы знаете все маски сброшены теперь стало ясно кто есть кто мы больше не общаемся таким образом она упрекнула а не лорак в предательстве родины ну кстати интересно а как она вообще поняла ее позицию если они лорак уже три месяца молчит и не говорит ни слова ни разу она нигде не засветилась не давала корпоратов дерева не как лобода или там еще что где-то не отсвечивала просто чек пропал вот это ее позиция переживает она я не буду защищать потому что сейчас вы на меня все обрушитесь что я защищаю своих друзей но кстати я считаю позицию они лорак наиболее достойной если ты не можешь грамотно формулировать или что-то говорить или выдавать какие-то правильные вещи то лучше блин молчи что-то я отвлеклась так вот это подкопаева отреклась от дружбы сани лорак а сама она живет между прочим в америке мне хочется спросить эту патриотку подкопаева а что ты сама ты делаешь в америке когда сейчас у тебя в стране такие тяжелые времена и второе но раз уж ты пошла войной на свою лучшую подругу и публично отреклась от дружбы с ней то давай и имя тогда смени своей дочери пусть она у тебя будет не каролина там украина как у тебя муж зовут тимофей кто нагорный это тоже какой-то спортсмен и вот у тебя будет украина тимофеевна подкопаева и расти ее тогда раз ну все из ты пошла до конца отрекайся такой подруги а каролину я еще раз очень прошу посмотреть на все происходящее адекватно и все таки возвращаться в россию где тебя каролина любят и ждут а уж друзья у тебя здесь всегда найдутся да хотя бы я тебя буду защищать здесь все сейчас будет такой хайта ты мочишь лабанду а лорак защищаешь но мне пофигу ну а следующая тема это моя любимица наргиз закирова которая внезапно вышла с заявлением о том что она уже говорила что и очень круто живется в узбекистане все и устраивает а сейчас она вообще выдала мол ребята дорогие я наконец-то возвращая в репертуар свои песни то есть смотрите как она сформулировала она не сказала о том что я нарушаю авторское право ей по закону запрещено исполнять песни которые написал и спродюсировал для нее максим фадеев а вот она так типа я возвращаю а что ты возвращаешь то разве это тебе принадлежит максим фадеев дал мне эксклюзивный комментарий я его позвонила попросила прокомментировать происходящее и он сказал что ему смешно наблюдать за этой наргиз что это испанский стыд а вообще то что она делает это уголовно наказуемо и неважно в какой-то стране в узбекистане в америке пофигу где все равно тебя будут преследовать что ты нарушила закон и авторское право и еще макс фадеев добавил очень грамотную правильную вещь о том что наргиз закирова этим своим заявлением только подтвердила о том что сама на ничто без хитов макса фадеева ну давайте посмотрим что вообще спела наргиз после того как она ушла от максима фадеева я даже нашла название этих песен слушайте фак ю ла 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 зачем ты так россия америка благодарю это не текст ее новые песни этот списочек из ее вот этих хитов я вот силийся пытаюсь вспомнить хоть одну из них фак ю это вот о чем она поет ла 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 тоже хрен знает зачем ты так это она наверное к максу фадеева обращается мол зачем ты так мне же теперь нечего больше петь действительно песен ее никто не знает ну а в конце россия-америка благодарю слушать наргиз но ты не того поблагодарила ты тогда должна новый хит записать россии узбекистан там бью поклон или еще что то поэтому давай уже выроди хоть один хит без макса фадеева а мы его послушаем и поаплодируем тебе если он запомнится хотя бы кому-нибудь из тех кто его услышит следующая тема у нас совершеннейшая абсурдная вообще история которая произошла с моей подругой певицы манижи вот опять я сказал с моей подругой будут говорить что я свою подругу защищаю но на самом деле там все действительно просто чудовищно манижа поехала в париж навестить свою сестру которая попала в ужасное дтп но поехал человек поддержать ее провела естественно там несколько дней ну и кому-то там она что-то дала какое-то интервью где просто спросили манижа и вы где сейчас и она наверняка там сказал я в париже не успела договорить и тут же сми понесли заголовки о том что манижа покинула россию манижа сбежала в париж манижа не вернется и прочее девку просто затравили манижа сообщила о том что ее сняли с музыкального фестиваля стереолета там ей не удастся спеть дальше пошли снова отмены и вот понимаете к чему приводит то когда человека просто не расслышали и не поняли вообще что он имеет ввиду ребята ну давайте же сми я в первую очередь обращаюсь к вам но будьте адекватными если вы звоните человеку за каким-то комментарием но дослушайте хотя бы что он вам говорит ну а ко всем тем кто читает эти новости и сейчас потирает ручки что мол еще какого-то там одного предателя нашли слушайте вспомните хотя бы поездку манижа на евровидение прошлом году где она отстаивала честь нашей страны между прочим привезла домой неплохое место и пела на на русском языке я не вижу ничего в поступках манижи свидетельствующие о том об ее каких-то антироссийских настроениях или какой-то там я не знаю позиции отстаньте уже от манижи манижа классная у нее классные песни и заметьте манижа является одним из артистов которому проявляют огромный интерес западные лейблы ну хотя сейчас че уже проявлять все уже манижа будет петь здесь следующая у нас новость про анфису чехова которая кстати была гостью мне на шоу алена блин и поделилась своими интересными взглядами на семью на воспитание детей у нее как вы знаете растет сын и тут она шокировала просто общественность разместив у себя в социальной сети фотографию видео где она целует своего сына целует в губы ну так знаете не засос там какой-то но просто вот целует своего ребенка и на нее обрушилась просто волна сумасшедшего хейта о том как ты можешь вообще целовать ребенка да что подумает этот мальчик и вот они начали ее отмечать хейтить хэштеги там и вот из этой волны хейта анфиса чехова даже закрыла комментарии тоже затравили женщину вообще уже в конец ребенком нельзя поцеловаться послушайте пусть они там делают что хотят может не такой какой-то метод воспитания потом мальчик там послушай сколько ему лет 10 9 но все нормально а анфису чехова в конце концов пожалейте женщина развелась у нее несколько лет уже никого нет вот может быть она хоть как-то так получает какую-то энергию от своего вот этого маленького мужчины сына на мальчик этот ее сынок соломон молодец такой маленький а уже целовался с анфисой чеховой переходим к следующему событию побывала я тут на шоу ольги бузовой нашей дорогой ольги послушайте но я ее хочу прям поздравить шоу удалось каких только номеров там не было и в костюме паука налетала и вокруг пилона крутилась и плакал ну естественно как где ольга бузова там обязательно слезы и кричала жизнь одна кайфуйте что стало уже ее брендом эта фраза короче шоу просто было супер на уровне вот я смотрела и думала ну блин это бейонсе там шер и прочее и вот я смотрела и думала кто же ей поставил это шоу наверняка какой-нибудь талантливый российский режиссер хореограф там не знаю егор дружинин или алексей сеченов или еще кто-то и внимательно я все изучила и узнала что режиссером шоу ольги бузовой стал василий козырь это тот самый кто занимался хореографии на проекте танцы со звездами на канале россия и еще там что-то он делал и тут я увидела в списочке оказывается василий козырь это украинский режиссер который ставил шоу кстати и макса барских и надя дорофеева и монатика и что он там только не делал так вот интересная деталь сам этот василий козырь нигде ни словом ни запятой не упомянул что он работал для ольги бузовой казалось бы человек должен гордиться тем что ты такое шоу сделал там все круто все это обсуждают а вот он молчок типа сделал такой и в кусты ну что это вот еще одна деталь которая характеризует граждан незалежные которые до сих пор продолжают тайком зарабатывать в россии и при этом могут там иметь совершенно другую позицию но как говорится позиция отдельно а денежки отдельные так что привет василий козырь шоу конечно хорошее на то что не говоришь про это и нигде не рассказываешь это так себе еще одно крутое шоу на котором я побывал на неделе это ледовое представление евгения плющенко под названием союз чемпионов евгения плющенко прошло она в тб арена в москве был полный аншлаг вы представляете лето уже в москве все хотят гулять там не знаю фонтанах купаться а вот что-то людей подняло и заставило прийти на шоу плющенко и атмосфера на этом шоу реально была очень крутая вы знаете нам очень не хватает таких событий во время того как там катались выдающиеся чемпионы наши олимпийские долина сотникова там еще куча было фамилий и сам плющенко катался и гном гномыч катался и гном гномыч младший арсений плющенко на руках у папы он проехался тоже наверняка будет спортсменом отдельно хочу отметить музыкальную составляющую проекта для меня стал просто открытием вот этот певец новый шаман сейчас все про него говорят ярослав дронов воспитанник шоу голос он там мелькнул потом вроде как куда-то пропал а сейчас его взял к себе кстати виктор дробыш вот хорошая замена этой вашей яйцеголовой гражданки которая сбежала в викистан так вот этот шаман спел офигенную песню под названием встанем она патриотическая но в меру и во время того когда он пел весь зал реально просто встал это было такое настроение такое единение вот этого мне кажется сейчас больше всего не хватает а дальше вышел дима билан исполнил легендарная вот эту песню вы знаете порою что солдаты с кровавых не пришедшие полей я даже слезу смахнула настолько мне все это понравилось ребята большие молодцы что они его сделали но в финале естественно налет вышла яночка наша рудковская с песней из какой песни подожди она не списнишь а песню представила песня называлась россия россиюшка и они вот все вышли делали вот эти крутили аксель и тройные тулупы это все было так круто что я пришла туда с корзиной цветов и выкатилась на это ледовое поле и вручила я не эти цветы так что ребят кто не был на этом шоу если увидите где-то афиши в ваших городах то идите и прямо не прогадаете если вы любите все эти песни хотите посмотреть на то как наши выдающиеся фигуристы и без всяких олимпиад и без всего покажут вам настоящий класс вот какой я сделала рекламу шоу евгения плющенко ну а что неплохое шоу хорошие вы помните что в прошлом выпуске я спросила у вас не видели ли вы где-то певца артика который как вы знаете больше не выступает с группой артики асти и за него отдувается вот этот сивиль так вот очень интересный момент мне написали и рассказали где сейчас находится артик это к вопросу о том кстати читаю ли я комментарии я их внимательно читаю и самые интересные и реально адекватные которые несут какую-то информацию я буду обязательно зачитывать так вот мне сказали судя по социальным сетям артик занимается гуманитарной помощью в украине частности на донбассе ни разу не видела гневного у него поста относительно того кто плохой а кто хороший он занял правильную позицию и делает в этой ситуации то что может помогает пострадавшим вот ребята и нашелся у нас артик ну что могу сказать что если он помогает кому-то на да да еще на донбассе это похвально только единственное ну подай голос артик хоть где-то что-то опубликуй или скажи потому что ну последняя публикация у тебя датирована 9 февраля поэтому у нас и вопросы появились но хорошо что ты нашелся ждем ваших новых хитов сивиль ну а в финале моя любимая рубрика обиженки я уж думала что никто на меня больше не обидится поскольку в прошлом выпуске мне не про кого было рассказать но бдительные зрители алена блин говорит скинули мне скрины социальные сети олега боднарчука это опять напомню украинский режиссер который объявил что он послал нафиг россию сейчас он вообще тусуется во франции и подметает там подмостки каких-то концертных залов так вот он оскорбился моими словами о том что ему мол светит сейчас только подметать подмостки концертных залов и выложил свою вот эту вот ответку но поскольку ума на грамотную крутую ответку не хватило то он лишь повторил слова еще одного моего любимчика андрея сири данилка верки сердючки верка сердючка что-то меня назвала там жопой с глазами и вот он тоже написал да действительно алена блин это жопа с глазами слушайте ребята что вам так покоя жопа то не дает это что больная тема у вас но хорошо давайте тогда поговорим о жопах все мы знаем от вернее никто про тебя ни хрена не знает вообще просто нахрен ты кому нужен какой-то там боднарчук в своей справке из биографии написано что ты женат и у тебя трое детей трое сыновей и ты весь такой примерный семьянин а давай вспомним как мы например ездили на евровидении когда ты продюсировал там певца никиту алексеева это тот который пел про пьяное солнце так вот этот мальчик по моему 18 еще не было или 20 сколько ему было когда ты взял его и начал активно продюсировать давай вспомним эту историю как вы сидели на берегу этого лиссабона это его утешал потому что никита алексеев занял какое-то не очень хорошее место на евровидении а давай еще назад отмотаем и вспомнил как ты делал концерт никите алексееву москве так вот на этом концерте за кулисами где я была приглашена как журналист эта парочка ну естественно тусовалась вместе и когда никиту алексеева вывели к сми чтобы он давал какие-то комментарии ты боднарчук послушай вот хотя бы постыдился вообще демонстрировать свои там какие-то низменные инстинкты на публике ты подошел ему сзади хлопнул его по жопе кстати по жопе и сказал так ну все девчоночка устала моя давайте уводить артистку кстати где сейчас никита алексеев где твой подопечный пятая точка которого тебе так нравилось что ж ты бросил ее сам во франции а никита алексеев на украине кстати поет патриотические песни и уважение заслуживает побольше чем ты ну что есть еще желание поговорить о жопе с глазами огромное спасибо всем кто досмотрел мой выпуск новостей алена блин говорит до конца мы по традиции увидимся с вами в следующий вторник где снова обсудим главные новости шоу-бизнеса не только и пощелкаем семечки субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok